Дорогие друзья канала! Мы сегодня находимся в Днепропетровском художественном музее, где проходит моя выставка. Представлена моя работа одна. Ее я вам покажу чуть-чуть позже. Сейчас показываю Днепропетровский художественный музей, какие тут висят полотна. Красивые. Гениальных мастеров прошлых столетий. Очень-очень красивые работы. Масло, хвост, рама из натурального дерева. Всем рекомендую посетить Днепропетровский художественный музей. Потому что тут есть что посмотреть. Екатерина. Бюсты гениальных мастеров. И наконец-то вам показываю свою работу, свое кресло. В нем уже присела очень-очень красивая девушка. Смотрите, как ей удобно сидеть. Вам удобно сидеть в этом кресле? Очень. Какие большие резные элементы. Как очень удобно располагается рука, поясница в этом кресле. Можно даже заснуть. Заснуть даже можно. Это хорошо. Никакого напряжения опасности присутствует. Ноги удачно расположены на нужной высоте. Очень удобно и хорошо. Теперь мы покажем элементы кресла. Глубокая резьба. Дерево бук. Покрытие экологическое чистое масло. Натуральная кожа темно-зеленого цвета. Смотрю, девушка сидит, релаксирует. Это очень-очень мне приятно. То, что удобно, хочется находиться в нем. Над этим я работал целый месяц. Чтобы в нем было удобно сидеть, смотреть телевизор. Наслаждаться бокальчиком шампанским с клубникой. Ну или мужчинам с стаканчиком виски или коньячка. Спасибо дорогому музею. Спасибо этой дорогой девушке, любимой. В музее спасибо за то, что предоставил зал. Когда узнал, что я сделал такое кресло. И попросили меня показать его жителям Днепропетровска. Спасибо вам, Татьяна. Благодарить не за что, потому что в таком кресле хочется посидеть. Хочется посидеть, насладиться этим эксклюзивным. Вообще посидишь и настолько энергетически приятно находиться в нем. В такой резьбе, в такой работе. Понимая, сколько здесь всего заложено. Я считаю, что такое кресло должно быть, если не у каждого, то хотя бы у каждого пятого. Спасибо. Спасибо, Танечка. Спасибо огромное.